Крупные банки Грузии разрешили клиентам три месяца не платить кредиты из-за коронавируса. Ранее в СМИ сообщалось, что правительство Италии и США пошли на аналогичные меры, там, впрочем, помимо обязательств по займам, граждан предложили освободить еще от уплаты налогов до конца года, ну или по меньшей мере до момента, пока ситуация не устаканится, а что в России. А у нас, друзья, коронавирус и обвал рубля стали для банкиров основанием повысить ставки по ипотеке, причем коснется это не только будущих заявок, но и уже одобренных в среднем где-то на 1-2% стоимость ипотечного кредита подорожает, а вот это я понимаю, социальное государство, где забота о гражданах стоит на первом месте. В обозримом будущем, я предполагаю, сейчас может произойти скачок ставки на займы по автокредитам, по кредитам на целевые расходы, и если сумма их будет превышать, например, определенную цифру, по налогам пока не скажу, но Мишустин вот недавно же говорил о необходимости еще раз приподнять НДС, чему в данном случае можно порадоваться? Загнивают они там, это потому что скрепнет. Начинаем! Ну, поговорить, господа, хочу сегодня не об этом. Дело в том, что совсем недавно поймал себя на мысли, и я абсолютно перестал понимать, кому в нашей стране можно верить. Раньше я точно знал, есть желтые СМИ, или, как модно говорить сейчас, распространители фейков, и такие лучше обходить стороной, потому что соврут, недорого возьмут. Есть СМИ с налетом желтизны, с ними нужно быть просто аккуратнее, поскольку в таких встречается действительно интересная информация, но случаются и непроверенные публикации, хай-параде. Особняком стояли авторитетные государственные издания, в которых любая неправда была исключена в принципе. Все, что в них появлялось, воспринималось нами, журналистами, да и вообще общественностью, как документ, или как официальное заявление. Сегодня, слушайте, мне кажется, что вы сами меня засмеете, если я вдруг начну ссылаться вот на этого персонажа. Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Да бог с ним, с Киселевым, человеком, который начисто лишен совести, хотя у меня иной раз возникает ощущение, что он и не человек вовсе. Запрограммированный бот тут в другом беда. А в России ведь уже даже к официальным лицам нет доверия. Ну вот пример, пожалуйста. На прошлой неделе мы все дружно узнали, что Владимир Путин в качестве президента останется с нами по меньшей мере до 36-го года. Во всяком случае, у человека появилась такая возможность. Какой драматический спектакль кремлевские политтехнологи вокруг данного события разыграли. 10 марта. В парламенте страны второе чтение по поправкам в Конституцию. Неожиданно для присутствующих слово просит депутат Терешкова. И разумеется, неожиданно для присутствующих предлагает посмотреть на изменение основного государственного документа, как на его обновление. Ну а раз Конституция у нас становится новой, то и сроки великого кормчего ранешних должны обнулиться. С юридической точки зрения так оно будет правильно. Тем более, ну куда ж мы без солнца и ликого? Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Слушайте, Станиславский бы обзавидовался. Не нефть и газ. Наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. И мы его должны защитить. Спасибо. Но поразила-то меня дальнейшая драматургия. Точнее, как в Кремле на случившиеся отреагировали. Вот хочу сейчас процитировать Пескова. Обо всех инициативах Кремль узнавал вместе со всеми в режиме онлайн. Да ладно, серьезно. Знаете, я вот сейчас прям явно представил себе эту картину. Сидит такой Владимир Владимирович. В своем кабинете крутит в руках карандашик. Думает, как бы страну от коронавируса защитить. Ничего не предвещало, так сказали. Вдруг в коридоре раздаются тяжелые шаги. Дверь открывается. Вбегает запыхавшийся Песков. Господин президент, включайте скорее телевизор. Там Терешкова. Мужчины судорожно ищут пульт. Включают Россию один. Ничего себе, говорит Путин. Че делать-то будем, Дима? На столе зазвонила вертушка. Вас срочно требуют на охотный ряд. Главный вместе со своим толмачом выдвигаются к зданию парламента. Добегу читают стенограмму думского заседания. Ну, чтобы хотя бы в курсе быть. Уже в машине. Владимир Владимирович буквально на коленке набрасывает какую-то речь. И вот они на месте. Напоминаю, волнуются. От неожиданности даже заходят в разные лифты. Два лифта одновременно открылись на этаже зала заседания Госдумы. В одном Путин и Володин, в другом Песков и Китаев. Не, ну не могу я дальше рассказывать этот бред, потому что это ахинея. И нормальные люди оны прекрасно осознают. Тут на Оскара, блин, впору выдвинуться, причем всей труппой. Ну ж, а за мужскую роль первого плана я бы сразу статуэтку тысячелетия вручил. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона Конституции. Ой, действительно кино и немцы, а? Это реальная журналистика и премия Киноакадемии присуждается. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, а хотите знать, какое заключение на аналогичный запрос по внесениям изменений в Конституцию тот же Конституционный суд дал много лет назад в далеком 93-м? Тогда Борис Ельцин пытался править основной документ страны. Хотите? Внимание на экран. Указ президента Российской Федерации Ельцина от поэтатной конституционной реформы в Российской Федерации от 21 сентября 93-го года, номер 1400, и его обращение гражданам России 21 сентября 93-го года не соответствует Конституции Российской Федерации и служит основанием для отрешения президента Российской Федерации Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов... К слову, и Путин тогда, и многие сегодняшние министры, и многие сегодняшние депутаты, включая Терешкову, были во власти, но тогда почему-то эти ребята были уверены совать свое рыло в основополагающий закон даже в угоду президенту неправильно. Прошли годы, что изменилось? Страна та же, Конституция та же, законы те же и даже у руля, как сказал Выше, практически все те же самые люди, ну за малюсеньким исключением. И самое страшное, они лишают будущего нашу страну. Я верю, что у моей страны есть иное лучшее будущее, чем то, что может ей предложить Владимир Путин. Но Путин не видит никакой альтернативы. Он хочет править до конца своей жизни и последовательно делает все, чтобы удержать свою власть. Вот вроде молодая девочка, а послушаешь и приходишь к выводу, а говорит-то она взрослые вещи. А глянувшись назад, всего-навсего на два месяца, понимаешь, вся эта свистопляска с поправками действительно затевалась ради одной единственной цели. Ну давайте повспоминаем, о чем нам говорили в январе. Тот же президент, его халуи, лживые прихвостни пропагандисты. Россияне, ну вы чего? Корректировки-то планируются формальные. Немного расширим полномочия Госдумы. Конкретизируем полномочия Совета Федерации. За судьями контроль обеспечим во избежание судейского беспредела. А самое главное, что мы хотим сделать, мы хотим, чтобы Конституция России стала приоритетной. Перед международным правом прошло совсем немного времени. И что нам говорят сегодня? Про сказку о приоритете российских законов уже давно не вспоминает никто, нам чешут другое. Коль скоро мы все эти поправки в Конституцию внесли, значит Конституция стала совсем другой, новой. А раз она новая, значит и точка отсчета другая. Не было этих 20 лет, начинаем все с чистого листа. Владимир Путин! Молодец! Политик, лидер и борец! Представьте себе ситуацию. Вы купили квартиру, новую от застройщика, но даже новая квартира требует ремонта. Ну там стены выровнять, стяжку сделать, обои поклеить, линолеум постелить. Вы нанимаете бригаду строителей, к вам все это делают. И тут к вам снова приходит представитель застройщика, говорит, квартиру придется выкупить еще раз. Как? Почему возмущаетесь вы? Я же ее уже купил. Нет. Ты купил просто квартиру, а сейчас ее тебе обновили, и она как бы новая получается, другая. Поэтому плати, а то заберем. Ты как дурак, вынужден снова платить. Вот. С поправками в Конституцию ребята примерно тот же самый финт провернули. Расчет был на правовую безграмотность большинства и замалчивание некоторых нюансов. В итоге у них все получилось. Поздравляю тебя, Шарик. Ты балбес. Знаете, классный шулер – это не тот, кто здорово умеет играть. Это тот, кто грамотно способен развести л**а. Главное – вести себя безукоризненно, искренне, ни словом, ни полсловом, ни даже взглядом не показывать сопернику, что ты жульничаешь. Он поверил – вуаля! Ты на коне и выходишь из игры победителем. А когда и ес, л**а очухается, да и бог с ним. После драки-то кулаками не машут. Как-то так. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok